Пудовая гиря сделала его четырежды чемпионом. Абсолютным победителем вернулся из Кирова наш земляк Александр Хамилов. На всех турнирах по гиревому спорту, которые здесь состоялись, он выступил более чем достойно. Особую ценность победам Александра придает то, что он состязался с молодыми атлетами. Сам Хамилов по спортивным меркам ветеран. Секретами своего успеха он поделился с Зоей Рыжковой. Вот 700 подъемов гирю за полчаса, за 30 минут. То есть это хорошая нагрузка, руки настирают все. Просто то, что на тебя болван, когда каш железный упадет 700 раз. Руки у Александра Хамилова болят до сих пор, но результат его поездки едва умещается на этом столе. Семь золотых и одна серебряная медаль. В Кирове состоялось сразу четыре чемпионата по гиревому спорту. И спортсмен победил в каждом из них. Это легкая, удобная. Я ее поднимал в течение часа ровно тысячу раз. 16-килограммовая гиря – это только размика. Занимается житель поселка Казмодемьянск Ярославского района с 12 лет. Сегодня у него уже своя система, а результаты ежедневных тренировок он записывает в дневник. Дневник, ну, простой блокнотик. Время 60 минут я затрачу на это. Это утром. Вес утром, допустим, 64,2. Утренняя тренировка – это чисто пресс. Вот давление. Если давление начинает повышаться, значит нагрузка снижается. Последние несколько лет Александр Хамилов участвовал только в областных соревнованиях. А в этом году решил посостязаться со спортсменами всей России. Эти 10 медалей привез летом из Архангельска. Для гиревика полезно. Это тягаты лишь 16 килограмм сейчас, говоря. Так называемый жимар. Ну что, 32 килограмма, в принципе, не тяжело. То есть сейчас в качестве разминки мастер спорта Советского Союза в свои 46 лет поднимает половину своего веса. На соревнованиях в Кирове более молодые оказались слабее ярославца. Три золотые медали с турнира «Богатырская слава», где спортсменов не делили на категории по весу и возрасту, увез Александр Хамилов. Нашла уже спать. Что-то не сделала. Не могу уже не уснуть. Было такое, что встаю полтретьего ночи. Доделываю тренировку ночи и спокойно засыпаю. Всего в соревнованиях по гиревому спорту в Кирове приняли участие около 300 спортсменов со всей России, Польши, Прибалтики и ближнего зарубежья. А весной Александр Хамилов собирается попробовать свои силы уже на мировом уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова